Просто уже наступило самое настоящее лето. Вот так выдвигаешь, короче, здесь у меня ванна. Перебирать покупки, пить вкусный чаёчек, отдыхать. Мне исполнялось 15, мне решили 52 сделать. Всем огромный привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян. И это будет просто жизненный влог. Без каких-то длительных вступлений, без какой-то долгой болтовни. Я просто хочу по делу, по существу рассказать вам о своей жизни, о том, что сейчас у меня происходит. Показать вам жизнь моей сестры, жизнь моей семьи, в конце концов. Потому что мы переехали, и вы это уже давным-давно прекрасно знаете. Но, мне кажется, вы знаете только о том, что переехала я. Но то, что переехала моя семья, вы об этом ещё не знаете. Переехали они и живут практически в соседнем доме от меня. Я очень долго ждала, когда они переедут и, в конце концов, обустроятся. И вот сейчас я уже могу наблюдать за тем, как живёт мама, как живёт папа, моя собачка Мила. И, собственно, Полина. Моя любимая Полина. Я сегодня, точнее, не сегодня, а завтра, собралась идти к ним в гости. А влог решила начать с сегодняшнего дня. Я купила очень много всякой красоты. Ко мне в гости сегодня приехала на поезде моя подруга и ещё и наставница Ульяна. Я вам о ней не один раз рассказывала. Точнее, почему я... Прикинь! Не один раз рассказывала! У меня реально ощущение, как будто не один раз рассказывала. Не, ну а когда мы делали этот... Всем привет! Подожди, почему вот так? Мы делали чат Таро. А, да, мы делали чат Таро! Потом, когда у меня был, не помню, женский интенсив или же женский онлайн круг. А ты про меня рассказывала, кажется. Да, да, да. Ну, короче, да, я рассказывала. Ульяна даже мне помогала вести чат Таро, который я создавала. И выкладывала карты дня каждый день. Мы выкладывали всякую интересную информацию для вас, всякие практики. Вот, поэтому, ребятки, мы вообще такое крутое. Месиво тут подготовили. И мне так хочется сказать, потому что мы сегодня весь день ходили по магазинам, гуляли просто на рандоме. Да, у нас был такой прям веселенький денечек. Прям с самого утра, насыщенный очень день. У меня сейчас лежит практически передо мной там в квартире посылка. Я сейчас до нее дойду, распакую, покажу вам, что мы сегодня приобрели. Мы вообще с Ульяной, знаете, как познакомились? Я нашла ее в ТикТоке. Наткнулась на расклад, который полностью описывал меня. Я ей написала. С тех пор она была моим мастером Таро, она, собственно, есть по сей день. Вот, и, блин, потом я потихонечку-потихонечку дошла до того, что еще и она мне скидала всякие практики. Я начала благодаря Ульяне медитировать. Ну и, в общем-то, пошло-поехало. И сейчас мы встретились у Ульяны вообще из Волгограда-то, да, по-моему? Практически недалеко от Волгограда. Да, там одно мистическое такое место, да, было. Сейчас не об этом. Я вообще к чему, мои дорогие? Я к тому, что я завтра собралась идти к своей семье в гости. Я покажу вам, как живет Полинка. У, у тебя просто тут уже любовь. Любовь, любовь, любовь. Вот, а сейчас я решила начать этот Волг, чтобы завтра показать вам, возможно, частично мое утро. Показать вам, как немножечко подизменилась моя квартира. Вот, я уже, кстати, заказала, чтобы вы понимали. И прихожую, которая придет ко мне 8-го числа, 8-го июня. Ну, и заказала себе очень крутой стеллаж, чтобы, наконец-то, вот этот вот дерьмовенький, который мне шел в подарок к дивану, заменить. Ну, и, собственно, шторы появились. Это я вам покажу попозже. И что, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступление. Так-то уже, как я сказал, без болтовни, но уже получилось очень много. Но, зато это уже сразу начался влог, можно так сказать. Я надеюсь, что вы не обижаетесь на меня за то, что я пропадаю. Но вы всегда прекрасно знаете, где меня искать. Все ссылочки на свои социальные сети, они всегда в описании. Так что вы меня не теряйте, пожалуйста. Вот, а сейчас, сейчас что произойдет? Вот, это мы пришли с прогулочки. Я сегодня была на розовом. Моя розовая сумочка. Мои розовые кроссовочки, ключики. Это мы печатали фотографии тут всякие, которые нам нужны для работы. Магической, естественно. Но не черной магии, это я так говорю на всякий случай. Тут лежит всякая красота из-за зоны, что мне пришла. А, это вот миска нам пришла для отливок. Вот, и, собственно, огромная статуэтка. Там, наверное, есть бубен где-то. А, бубен, бубен, вон он. Точно, вот еще один пакет, ребятки. Наблюдайте, у Леона еще бубен приобрела. Так что, давай я туда с тобой в зал пойдем. Вон у Леонин бубен. Для шаманских практик. Для женского круга. Да, для женского круга. Кстати, мы, может быть, у Леоны еще обязательно сделаем женский круг. Кстати, вот такое перышко у меня еще появилось, ребятки. Но оно у меня, получается, будет светиться только тогда, когда я приобрету себе вот тут вот лампу. Точнее, не лампу, а красивую люстру. Вот, и она у меня будет светиться, когда я буду здесь включать свет. На улице уже практически ночь. Мы еще сегодня собираемся сделать несколько интересных дел. Так что, распаковка. Я купила внезапно и внепланово фортуну. Фортуна, это у нас кто такая? Вы сейчас увидите мои сладкие. Я просто захожу и такая, е-мое, она должна стоять у меня дома. Так что, у меня обновка для дома. Ребята, просто посмотрите, какая она охрененная. Показываю поближе. Вы только посмотрите, как она выглядит поближе. Вот эта красавица, которую я с Ульяной, естественно, заряжу, будет стоять у меня дома и приносить мне удачу и денежки. Я просто хочу, чтобы вы взглянули на то, как она круто выглядит. Она была еще с неокрашенными в золотой краской монетами. Как бы они были точно такие же серенькие или какой-то материал. И были варианты поменьше. Но я решила, что я возьму именно эту. И, собственно, посмотрите просто, какая красота. Я вам потом покажу, естественно, как мы все составим. Может быть, уже это произойдет сегодня, но я вам завтра покажу. Или завтра вечером. Но мне нужно немножечко подумать, где она будет стоять. Так что, посмотрим, посмотрим. Идем далее. Я к вам прилягу и просто покажу. Тут у нас, получается, рядом с этой богиней будет огромная свеча. Это восковая для нее подставочка. Это у нас обычная классическая овощина для отливок. Для наших первых учебных отливок. Это, собственно, сама свеча. Сама огромная зеленая колонна. И встает это дело вот таким вот образом. Будет стоять и тоже гореть по всей жизни. Но, мне кажется, на неделю она точно будет гореть. Вместе с этой богиней. Это будет просто, мне кажется, офигенно. Тут у нас что? Тут у нас подставочка защитная в виде черной пирамидки. Из обсидиана, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Обсидиан, да. Ну, обычно она вот такая вот черненькая, короче. Также у нас тут просто обычный зеленый воск. Тоже для всяких работ. Черный воск. Еще черный воск. Золотая свеча. Дьявол. Это свеча Ульяны. Точнее, аркан Ульяны. И ей нужно его прорабатывать тоже. Но благодаря этой свече у меня. Умеренность. Да, там тоже свой ритуальчик полагается. Тут у нас, получается, сандал. Также еще воск. Короче, у нас был шопинг капец. Еще воск. Тут у нас лаванда. Это у нас вот такая вот специальная штучка. Короче, вот такая вот штучка. Она называется гаситель. Я еще не привыкла ее называть гасителем. Но зато ты, когда горит свеча, вот так вот ее подносишь и гасишь. Без всяких хлопаний. Артогу настушить нельзя. Понравился свет свечи. Просто посмотрите. Она очень красивого, кровавого цвета. Это ни хрена не красный. Вишневый просто. Денежное масло. Распаковка, да, бубна Ульяны. Которого я же выбирала. Я вот в натуре хотела себе свекнуть и заказать. Реально за малым делом. Вот не знаю. Короче, если я тут в Якутии, не удивляйся. В Якутии реально прям их там производят, да, бубна? Да. Там какой-то якутийский мастер. Угу. Колотушка. Из кожи козы. Угу. И. Угу. Блин, прикольно. Короче, мы с Ульяной сегодня купили просто все самое идеальное. Смотрю на часы 22.02. Эти двойки меня просто не покидают. Происходит, ну, какая-то трансформация. Я чувствую, что в моей жизни происходит какой-то период перемен. Мы сейчас будем во всем разбираться, перебирать покупки, пить вкусный чаечек, отдыхать. Ну, а я начала этот влог с вечера, чтобы вы почувствовали наш вайб. И, собственно, проснусь завтра уже, да. А, свеча, вот да, посмотри. Она просто вот этих вот черно-красных, да. Реально? У тебя черный и красный любимый цвет? Да, черный и красный цвет. Вообще. Идеально. Просто офигенно. А, у меня свеча умеренность, кстати, я смотрела. Она пахнет такой сиренью. И она голубо-белого цвета. Прикинь, вот как раз такая водичка. Все самое лучшее, мне кажется, происходит на данном этапе. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы рядом. Монику покажу еще разочек. Еще разочек с Моню. Мы сейчас будем во всем разбираться. Спать, ложиться, мыться, бриться. Я вернусь к вам завтра. И всем спокойной ночи. Завтра нас ждет интересный день. Я пойду к сестре и к своей любимой мамочке с папочкой. Будем заниматься семейными делами. И я проведу обзор на эти шикарнейшие виды. И вообще покажу вам мой день. Всем пока-пока. Всем доброе утро. Я хочу спать, я не выспалась. Хотя через минут 30 я должна быть у Полины. Я сейчас в корсетике своем, в котором я обычно сплю. Передо мной три блинчика. Я еще не завтракала. Вот, как-то проснулась в таком каком-то холодном поту. Синились какие-то ужастики. Не могла уснуть на одном месте, не могла уснуть на другом месте. Короче, мне вот как-то вообще не спалось. И, наверное, не просто так, потому что мы делали перед сном с Ульяной очень крутые практики, которые должны были нам многое подсветить. Ответить на многие вопросы. Поэтому сегодня будет не менее интересный день. Я уже должна скоро пойти к своей семье. Поэтому нужно будет сейчас привести себя в порядок. И употребить эти шикарные блинчики. Вот, у нас тут вайп. Сейчас покажу какой. Ульянка сидит, завтракает. Клубнички. Тут у меня карты лежат, ягодки лежат. Вот, и, собственно, сейчас мы быстро перекусим. Ульяна будет там делать романтический став какой-то готовить, пока я у родителей. Вот, я возьму с собой Монику, естественно. Которая тоже уже и покушала. И счастливая, и радостная. Вот, так что вайп у нас шикарный. За окнами шикарный вид. Люблю наблюдать за тем, какая уже хорошая погода с каждым днем. Она все лучше и лучше. Монька решила попрошайничать, да? Попрошайничать. Она будет кушать, да, Кель? Не, не, не надо. Моня уже все должна быть сытая. А то сейчас к маме придем, ей еще сейчас тонну всякого навалят. Съедобного, да? Да, Моня? Короче, ребят, сейчас буду собираться одеваться. И что, собственно? А, шторы я вам хотела показать, точно. Сначала взгляните на этот вид. Собственно, вот такая вот тюль. Такая красота. Беленькая. Вот такой фиолетовенький оттеночек. Все плотненькое, все красивенькое. У меня даже маникюр, смотрите, как подходит под шторы. Это у меня в зале. Я даже на стуле купила вот такие сидушки, чтобы они сочетались с обоями. Вот, и чтобы не запачкать раньше времени. В моей спальне, внимание, естественно, синие шторы. Вот такая вот моя прекрасная императрица, напоминает мне о том, кто я. Вот, и, собственно, тут единственная бесит меня, что еще ни одна штора не висит. А это у меня в гардеробе. Кстати, вы видите, у меня в гардеробе вид из окна на станцию, точнее не станцию, а остановку для речных трамвайчиков, которые мы начали устанавливать. Это вообще красота. А вот тут же у нас строят мост, так что, ребятки, с каждым днем все будет лучше и лучше, мне кажется, становиться вид из гардероба и вообще в целом из окна. Так что я довольна шторами. Сюда, я думаю, я все-таки повешу жалюзи, потому что без штор тут неудобно, да и вообще без закрытия источника света очень неудобно, потому что вот когда ты спишь на кровати здесь, ты просыпаешься и тебе в лицо как раз светит не отсюда, а вот отсюда. Тут у меня, кстати, как вы видите, появился вот такой вот стеллажик, куда я тоже многое составила. Тут у меня духи стоят. Вот, сейчас я буду это все дело выкидывать, собираться и уже вернусь к вам после того, как позавтракаю. Короче, ребят, я уже подхожу. Вы только посмотрите на это создание, которое так радо, что в гости пришло. На улице ветер, но уже можно ходить в маечке спокойненько. Тут родители, тут огромная территория, своя как бы площадка большая просто. Я уже чувствую, что все, наступило лето на всю катушку. Пошли, Монь. Вот такая вот Монька уже готова подниматься на миллиардный этаж. Слушайте, я еле вышла на самом деле, потому что там нужно было и стиралку запустить, и Ульяне листы А4 дать, и подубраться, и накраситься. А Полина мне говорит, я скоро на маникюр, Карина, давай срочно все подснимем. Вы еще только посмотрите, какой лифт. Это из-за того, что ведутся ремонтные работы. Его вот так украсили, то есть он не будет весь в цветах. Это он просто сам по себе. Вот такой вот защитной цветочной пленки, так скажем. Скорей, 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 скорей. Блин, ребят, вы только посмотрите на эту дурочку. Вот такие прекрасные зеркала тут в подъезде. Я иду уже, иду, иду. В гости, в гости. Вот Манька тоже в гости пришла. А-а-а, кто там? А-а-а, Манька радуется. Вот она, Милка. А-а-а, привет, Миланюшка. Ну что, ребятишки, угадайте, в чьей сейчас комнате? Полинка. Всем привет. Которая с меня уже ростом. Красавица. Мы сегодня что договорились? Чтобы я показала, и не только я показала, и Полина показала комнату, в которой сейчас Полина обитает и проживает. И у нас там еще осталось несколько вопросиков, на которые Полина сегодня ответит. Вообще про проживание, про все и сразу. Полина комната у нас самая первая. Да? Да. Тут у нас засветики имеются с окна, и то даже чуть-чуть, ребят, чтобы вы понимали, просвечивает за шторами солнце. Настолько сегодня жарко, что просто вот прям настолько можно охренеть. Ты кушать хочешь, Полина? Да. Я тоже что-то кушать хочу, и так что. Мы сейчас пойдем кушать, ребятки, перекусим. Ну что, ребята, вот такой вот вид. Просто посмотрите на этот секс. Сейчас, чтобы вы понимали, вот там или где? Вот это мой дом. Вот это. То есть мы, видите, буквально 100 метров, грубо говоря, да? Ну я образно показываю. Никто же не знает, какой подъезд, куда именно завернуть. Короче, ребят, да, вид невероятный. А, ну тут еще знаете, что удобно? Что у Полины вот такой вот как бы подокойник. Можно присесть спокойненько вот так вот на солнышке, да? Ножки вытянуть, приоткрыть окошко и сидеть кайфовать, любоваться такими видами. Пойдем поедим. Да. Мы идем с Полиной кушать. Все. Мы голодные, я нормально не позавтракала толком. Даже блинчики со мной не доело. Так что мы идем вкусно кушать. Мама там готовит у нас всякую красоту. Перекусим обязательно и я вам покажу, ребятки, вообще какая тут обстановочка. По очереди, начиная с самого-самого входа, чтобы у вас было понимание. Вы просто посмотрите, можно наблюдать. Тут еще скоро построят мост. А я вам показывала, помните, из гардероба вид? Теперь можно прямо посмотреть на этот мост и на остановку для вот этих вот речных трамвайчиков. Просто офигенно. Особенно с такого высокого этажа, когда приходишь по нарамными окнами, можно влюбиться в этот вид. О, а мы за барной стойкой покушаем. Ну что, вот такие макарошки у нас сегодня красивенькие получились. К ним махеев шашлычный с кусочками овощей. Ну и можете пожелать нам приятного аппетита. Вот так вот. Прикус к огушке. Вообще, ребята, невероятное сочетание. Итак, при входе в мою комнату мы видим мой гардероб. Да, тут сразу же у нас зеркальце. А за зеркальцем скрывается что? Туалет и гардероб. Вот так выдвигаешь, короче, и здесь моя ванная. Но здесь что-то неприбранное, что-то я не подготовилась. Да ладно, ладно. Тут вот такая вот ванная красивая. Вот такая вот красотель немецца. У меня здесь еще должно быть, короче, зеркало круглое. Но вы еще не поставили у меня только вот этот. Да, тут будет зеркальце. Тут ванная такая вот. Короче, у Полины своя комната, как отель, из которой можно вообще не выходить. А я, собственно, не выхожу. Да, да, да. Вот этот гардероб обычно тут чище, правда? Обычно. Вот такой вот гардероб, да, вообще, Полина, срачельник. Ой, все смятое, я смотрю, носки разбросаны. Все, срачельник вокруг просто, говорят, у меня обычно чище. Здесь я растаяла вот такие вот всякие прибамбасики свои. Да. Тут у Полины всякие статуэточки красивые, всякие спрейчики, сумочка. Еще сумочка. Короче, если вам вдруг... Интересно было, чем я пахну, то вот мои любимые духи. Я их купила, взяла там яблоки, я не знаю, что это за фирма, но запоминайте, они очень вкусно пахнут. Да, парфюм шикарный. Ага. Далее проходим. Далее. Здесь у меня завявший цветок, потому что мне, короче, розу подарили, и я забыла про нее, но завяла. А, кстати, знижевые цветки, завявшие, примета плохая. Ну вот надо выкинуть. Вот здесь моя сумочка вот такая вот. Я увидела, короче, эту сумку у Карины и решила, что мне в срочном порядке нужна такая же. И примерно через несколько дней мне папа ее купил. Вот. Так что, дорогие мои, я с такой же сумкой пришла, только у Полины она уже не такая поношенная, как у меня. Вот здесь у меня цветочки, я их собирала часа четыре вместе со своей подругой с двенадцати ночи до четырех утра. Вот эти мы сидели, пахтели, мне на новоселье подруга подарила. Я когда после титика восстанавливалась тоже, чтобы вы понимали, ребята, такой конструктор собирала, очень красивые цветы. Такая у меня здесь свечечка. Угу. Неиспользованная, да, эстетически. Ну, вообще надо просто, у меня не было зажигалки, и я вот только купила зажигалку, чтобы свечу зажигать. Вот. Дальше. У меня вот такая вот кровать, она супер-мега удобная, супер-мега мягкая. У меня здесь вот такое вот розовое постельное белье. Угу. Вот. Красиво. Очень удобно, очень мне нравится. И сверху, ребята, я хотела себе так же сделать, но я думаю еще всему свое время, и папа сказал, что мне установят все-таки такую неоновую подсветку, которую можно менять по настроению, вообще особо на вечером. Это очень заметно. Как будто бы ты весь в неоне. Сейчас Полина включила красный цвет, а обычно у тебя такой пурпурный, да, включен. Ну, тут вообще все цвета есть, там пультик, сейчас покажу пультик. Давай. Такие технологии сейчас, друзья, представляете? Да, шикарные технологии, мне нравятся. Ну, правда, нужно сначала включить. Это кто там? Это что там такое? Это мамоники. Это мамоники радуются, что пришла в гости, да? Вот, здесь мы можем менять на любые, короче, цвета можно менять. Я люблю вот что-то такое ставить. Да, Полина любит вот, а ну-ка, стоп. Во. Во, да, Полина любит вот такой пурпурный цвет. Но он больше и приближен к красному, который сейчас был включен. Здесь я, короче, повесила вот такие постеры с этими постерами. У меня отдельная история, потому что у меня они еще стояли, наверное, недели три просто не прикрученные, потому что папа все не мог найти время мне их прикрутить, и только недавно. Прикрутили наконец-то, да? Так что у Полины комнатка мечты, дорогие мои. Можно из нее просто не выходить. Вот. А покажи, что тут, как учишься. Фан-факт, все эти книги я прочитала. Да? Вот. А я ни одной книги не прочитала, Полина мне меня. Бывает. Вот, здесь у меня такой уголочек, не знаю чего, просто понаставила какие-то вещи рандомные. Все равно эстетично выглядит. Все красиво, эстетично, аккуратненько, 52, вон тебе годы, да? Дни возрождения, вместо меня исполнялось 15, мне решили 52 сделать свечи. Идеально. И, короче, что еще? У меня здесь вот такие наушнички, планшеты я учусь. Что еще? Ну, здесь я не буду показывать. Ну, там, короче, да, все у Поли для учебы. И, как вы видите, дорогие мои, реально комната очень красивая. Сразу же видно, как будто бы как отель, грубо говоря. То есть можно даже к родителям не выходить. Просто жить, наслаждаться, кайфовать. У нас еще несколько вопросов есть от подписчиков. Мне вчера в мой новый телеграм-канал. Кстати, пользуюсь случаем. На новый телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь. И на мой. Да, и на Полинкин. Итак, вопросики, собственно, недавно. Вот тут их всего несколько. С кем бы ты больше хотела жить? С родителями или с Кариной? А ну-ка. С родителями. А почему не с Кариной уже? Потому что, вы видели, у меня комната какая с родителями? А если бы не было такой комнаты? Ну, в целом, типа, жить с сестрой, это, мне кажется, не, это прикольно. Там акция, типа, на неделю. Но если жить, типа, то лучше с родителями, это удобнее. И денег столько не попросишь у сестры, сколько у родителей. Да, родители больше денег дают? Ну, это коммерческая тайна. Вообще, нравится ли вам в новой квартире вопрос, да? И почему Полина с родителями решили переехать в той квартиры? Какая вообще была причина? А ну-ка. Мне очень нравится в новой квартире. Единственный минус, то, что я до метро иду 20 минут пешком. Да, до метро далековато. Ну, ничего, на самокате можно сейчас летом за секунду. Ну, на самокате, да. И там как раз у метро стояночка. Ну, да, только если на самокате. Но иногда я пешком хожу, и неудобно очень долго. А так мне очень нравится эта квартира, очень нравится ЖК. Короче, я прям довольна. Да. Почему переехали? Да, блин, тут круче, и район круче, и все круче. Ну, я не знаю, на самом деле. Мне и там, и там нравилось очень. Мне нравятся перемены. Да, как раз Полька уже уйдет. А так у мамы, уйди у мамы, спроси, почему мы переехали. Вот она расскажет. Не, не расскажет. Она сказала, сама квартиру показывай. А ролик с мамой, скажи, снимешь одна. Потом, отдельно. Почему Полина перестала вести социальные сети? Давай-давай, вопрос в лоб. У меня нет ответа на этот вопрос, ребят. Просто в какой-то момент выгорело, и так и не пришла к тому, чтобы заново начать что-то вести, что-то снимать. Как блогер я веду телеграм-канал, на котором 500 подписчиков. Никто на него не подписывается, но я, в принципе, и забила. Ну, Полина ты сама так сделала. Друзья, я веду тикток. На тикток можете мой подписаться. Все ссылочки я оставлю в описании на соцсети актуальной Полины. Я веду соцсети не как, типа, блогер, а просто для себя, как бы, как все. Я не знаю, пока не пришла к тому, что мне нужно развиваться как-то в медиасфере, прям с головой туда погрузиться и снимать как блогер. Но, может быть, в каком-то скором времени, может быть, будет. Все произойдет, да? Все случится. Так, что тут еще? Вопрос Полине. Почему ты не показываешь свои отношения на общее обозрение? И что тебя притягивает к партнеру? Я, в принципе, ничего на общее обозрение не показываю. У меня есть канал, на котором, ну, реально, как я сказала, уже 500 подписчиков. Ну, Полине так комфортнее. Она выбрала такой путь, она решила, что она не будет медийным блогером. У нее своя дорога, у нее там свои дальше какие-то уроки, свои там сейчас обучения, экзамены, свой путь. Поэтому я просто наблюдаю, я не возражаю. И мне просто интересно смотреть за тем, как меняется жизнь Полины на данном этапе. Ну, да. Ну, в целом, что меня притягивает в партнере? Я не знаю, что меня притягивает. Вы должны быть адекватным. Ну, я не знаю, просто у меня сейчас нет отношений. Начнем с этого, я думаю, скажешь, нет? Вот. Ну, я не знаю, жить в Москве по желанию, по возможности. По возможности. Не жить в Ебенево. Не быть дед инсайдом. Да, быть веселым, богатым, семышленым мужчиной. Ну, на самом деле, у меня нет прям каких-то, типа, запросов больших. Просто, пожалуйста, будьте адекватными. Живите в Москве по возможности и не быть дед инсайдом. Все. Да, ну все, значит, скоро найдется партнер, я уверена, после таких вопросиков. На кого хочет поступать Полина и почему? Я не знаю, на кого я хочу поступать. Я сейчас заканчиваю девятый класс. У меня через три дня ОГЭ, я еще не начинала готовиться. Я пока что... Ну, не начинала. Там, блин, будет за пятый класс вопросы, блин, на этом ОГЭ. Полина все тысячу раз даст. Она учится сейчас лучше, чем я. Так что, ну, учусь, да, но именно к ОГЭ я еще не готовилась. У меня через три дня. Или сколько, какое еще сегодня число? Короче, сегодня у нас получается 28 мая. Короче, через два дня у меня ОГЭ. Ну, все, прикольно. Красота. Так что желаем Полине удачи. Посмотрю, сейчас еще, по-моему, какой-то вопросик остался. Вопрос Карине. А ну-ка, какой-то Карине даже есть вопросик. Интересно, вот этот. Вопрос Карине. Карин, как бы ты отнеслась к тому, если бы Полина сделала себе татуировки? Нормально. Полина, я думаю, эстетично бы отнеслась к этому всему и сделала бы не два рукава, как я, а сделала бы красивые какие-нибудь там одну-две татуировки. Ну, я хочу, на самом деле, очень татуировки сделать. Но пока родители сказали не-не-не. Да я пока серьезно к этому вопросу не подходила к родителям. Типа, если я хочу, я сделаю, типа, и родители. Родители не узнают об этом. Да, в любом случае. Пока что я понимаю, что рано еще. Карина, чем ты гордишься в жизни больше всего? Я горжусь и своей сестрой, и своей семьей, и собой, и достигнутым. И достигнутым мной, и моей сестрой, и вообще все, что связано с моей семьей, я всем этим горжусь. Так что, ребятки, все остальные вопросики вы тоже можете задавать по ссылочке ниже в описании. Собственно, я думаю, теперь у вас осталось меньше вопросов. Как поживает Полина? Как поживает она в прямом смысле этого слова? Карина оставит снизу мой инстаграм, мой тикток, мой телеграм. Ооо, вау, реально, можно уже оставлять? Да, подписывайтесь. Все, хорошо, ладно, ребятки, подписывайтесь. Пускай у Полины будут, наконец-то, подписчики, а не ее передуманное решение вести в социальные сети. Так что, это была ее комнатка. Короче, ребят, на улице жара нереальная. Я поняла сейчас, что мне нужно очень много сторис оформлять в инстаграм. Я вышла на природу, и я понимаю, что просто уже наступило самое настоящее лето. Я, конечно, очень постараюсь выложить этот ролик, ну, числа 30-31, чтобы вы прям перед летом начали смотреть. Но я в шоке. Я думаю, что нет смысла мне уже растягивать этот ролик, балаболить много. Я сейчас с Ульяной буду колдовать. Потом мы поедем уже в больничку на последнюю мою консультацию по груди. Я хочу просто пожелать всем хорошего, шикарного лета. Я думаю, что вы уже знаете, как я сейчас живу. Вы от этого влога получили какую-то информацию для себя. Переходите в другие социальные сети, чтобы продолжать следить за мной. Я сейчас дома немножечко приберусь. Моника осталась с мамой, потому что мы весь день сейчас будем мотаться с Ульяной по делам. Я поняла, что у меня их настолько много, что я просто не успею сегодня весь день держать камеру в руках. Но я очень жду от вас идеи. Вы напишите обязательно в комментариях, какие вы влоги хотите видеть у меня на канале дальше. Потому что я очень рада, что я наконец-то смогла показать вам, как сейчас живет моя семья. Как сейчас живу я. Сейчас я вам покажу речку, виды. Просто посмотрите, что окружает меня. Просто посмотрите, что меня сейчас окружает каждый день. Эти шикарные виды. Невероятная погода. У меня просто потрясающее настроение. И я уверена, что этим летом я сниму для вас очень-очень много всего крутого. Поэтому давайте так. Я сегодня скажу вам спасибо большое за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Все ссылочки в описании на мои социальные сети, на социальные сети сестры. Я сейчас буду доделывать все дела. И к вам обязательно возвращаться уже в следующих видосах. Так что, дорогие мои, я вас люблю. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была кто? Правильно, Карина Аракелян. О, Господи. Просто посмотрите на эту красоту. Буду сегодня здесь гулять и наслаждаться. И следующий влог, я думаю, уже посвящу как раз-таки прогулочным каким-то моментикам. Так что, дорогие мои, всем до скорых встреч. Я побежала домой колдовать и работать. Но я уверена, что новый ролик, он уже выйдет совсем скоро у меня на канале. Обоняла, приподняла. Всем пока-пока.